Начали с самой острой темы – гололед на улицах города и его устранение. Перепады температуры сыграли плохую шутку. Участились случаи ДТП и обращений в травмпункт. Жители отмечают, во многих районах города дороги не посыпаны и пройти просто невозможно. Мэр города заверил, коммунальные службы делают все возможное для устранения проблемы, работают в две смены. Но погодные колебания усложняют задачу. Реагенты, которые справлялись со льдом в прошлом году, этой зимой оказались неэффективны. Поэтому сейчас город закупил новый препарат. Увидим уже результаты, что он быстрее справляется и быстрее разлагает лед. Поверьте мне, что все, что возможно в данных условиях, предприятия наши, люди наши делают. Мы получили в этом году дополнительно один автомобиль, который обрабатывает тротуары. Еще один вопрос, который волнует почти всех горожан – общественный транспорт. Уехать из любого района города стало очень проблематично. Долгое ожидание, перебои в расписании и забитые салоны. Добраться по утрам на работу или учебу – настоящий квест. Игорь Осабин отметил, такая проблема связана с нехваткой водителей и автобусов. В последний раз автопарк пополнялся к чемпионату мира. С тех пор часть автомобилей устарела. Сейчас в городе работает около 80 единиц техники. Однако после Нового года ситуация с транспортом должна улучшиться. В ближайшие дни мы получаем 35 автобусов, которые после Нового года дополнительно будут на городские маршруты. Автобусы нового поколения «ГАЗ», автобус «Вектор», автобусы среднего класса, которые порадуют горожан тем, что сократится в межпитой интервал движения. Речь зашла и о проблеме безнадзорных животных. Зимой бездомных собак стало намного больше. Мэр подчеркнул, в рамках закона городские власти имеют право лишь отлавливать, вакцинировать и отпускать таких животных в прежнее место обитания. Вопрос должен решаться на уровне законодательства. Более позитивные моменты связаны с благоустройством. В 2023 году городские власти планируют привести в порядок Бульварцаплина, сквер на улице Попова, закупить 10 обычных и 2 умных остановки, продолжить ремонт дорог. Точечные вопросы горожан будут обработаны отдельно. Ирина Радайкина, Народные новости.